Добрый вечер, друзья! Здравствуйте, девочки и мальчики! Всем-всем привет! А я сегодня целый день на коньках катался! Ой, здорово было! Ну ты, Степашка! Эх, Залка, зима скоро кончится, а я на коньках так и не успел покататься. Ну давай завтра пойдем на каток, еще есть время. Нет-нет-нет-нет, завтра я не могу, Степашка. У меня завтра, это, генеральная уборка. А послезавтра? Послезавтра я, кажется, иду в гости. А давайте в выходные позовем Филю, Хрюшу, Каркушу и все вместе пойдем на каток. Я готов! А у меня было что-то очень-очень важное. Отспомнил, у меня шнурки от коньков потерялись. Тут-то мне все это подозрительным кажется. А вам, Оксана? Мишутка, ты говоришь, что хочешь покататься на коньках, а сам какие-то отговорки придумываешь. Давай-ка признавайся, в чем дело? Ну я же говорю, в сунурках. Да. Мне кажется, что-то ты не договариваешь, Мишутка. Ой, не бойся, ты говори. Мы же твои друзья, нас нечего бояться. А я вас что, не боюсь? А кого боишься? Никого не боюсь. Только, только понимаете, я еще никогда на коньках не катался. Вот, и я боюсь, вдруг у меня что-нибудь не получится. Ничего страшного, мы тебя научим. Да, будешь как настоящий фигурист кататься. А вдруг не буду? Будешь. А если я упаду? Все сначала падают, Мишутка. И вы падали, что ли? Конечно. Пока не научишься падать и кататься на коньках не научишься. Ой, я сколько раз падал, пока не научился кататься. Мишутка, когда учишься чему-то новому, с первого раза никогда не получается. Бывает, столько шишек набьешь, но главное не сдаваться. И тогда будет получаться все лучше и лучше. А то потом уже никогда не разучишься. А если у меня и потом, после того, как я упаду, все равно ничего не получится? Мишутка, ну если быть таким неуверенным в себе, тогда точно ничего не получится. Надо пробовать и верить. Верить, верить в себя. А-а-а, хорошо, хорошо. Завтра все идем на каток. Вот, уже лучше. Главное преодолеть страх и уже полдела сделано. Да, молодец, Мишутка. Как же хорошо на улице. Да, чувствуется, что весна пришла. Ага. Хоть снег еще не растаял, но уже появились лужи. Нам только играть осталось. Но весенние игры со снегом могут таить и опасность. Играя с ручейками и лужами, можно промокнуть и заболеть. Значит, нельзя играть на улице. Можно, но надо приготовить для таких прогулок непромокаемые перчатки и резиновые сапоги. О, ну ясно. Это чтобы лапы не промокли и не замерзли. И обязательно нужно надеть шерстяные носки. Ну, это у меня все есть. Оденемся как надо и будем непромокаемые моряки. А если хоть чуть-чуть замерзнете, немедленно домой. Весенняя погода очень обманчивая. Когда ты получаешь подарок, Мишутка, нельзя показывать, что ты ему не рад. Да. Даже если ты испытываешь неудобства или у тебя уже есть такая вещь, ты обижаешь того, кто сделал тебе приятное. Да. Кто старался. Кто старался. Кто искал подарок. А тем более, сделал его своими руками. Ну и как неудобно. Ну, прости, Каркушечка. Тебе опять неудобно в моем свитере? Да нет. Я говорю, неудобно получилось. Мне очень неудобно. Ну, то есть, мне неловко, что я так тебя обидел. Твой свитерочек хороший. Это я. Это я не очень. Кар, да. Ну, раз ты все понял, Мишутка. Конечно, я все, я все понял. Я постараюсь носить его аккуратно и следить, чтобы на него ни пятнышко не попало. Вообще-то, мне очень тепло и удобно. Спасибо тебе большое, Каркушечка. Ой, пожалуйста, 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 носи на сторонку. Ну, вот и отлично. Ну, а сейчас, дорогие мои, пришло время смотреть мультфильм. Смотрим.